Итоги своей деятельности за 2016 год подвели сотрудники Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Совещание прошло в зале администрации района, на котором присутствовали исполняющие обязанности заместителя министра республики Адыгея Александр Цыбоев, глава района Заур Хамирзов, заместитель главы Шовгеновского района Мурат Непшикоев, начальник Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Анзаур Гишов, представители прокуратуры Кашхабского и Шовгеновского районов, весь личный состав Межмуниципального отдела. С основным докладом об итогах оперативно-служебной деятельности подразделения Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский за 2016 год и о задачах на первые полугодия 2017 года выступил начальник отдела Анзаур Гишов. Он отметил, что деятельность Межмуниципального отдела в 2016 году основывалась на исполнении основных направлений в деятельности полиции, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, улучшение результативности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, защита прав и свобод граждан от преступных посягательств, обеспечение безопасности дорожного движения и так далее. Особой строкой в докладе хочется отметить работу по предупреждению терроризма, противодействию ксенофобию, национальному, расовому и религиозному экстремизму. Оперативная обстановка в этом плане в Кашхабльском и Шовгеновском районе остается стабильной. Право нарушений и преступлений на почве расовой и национальной розы различия вероисповедания не допущено. Не так давно, подводя итоги работы отдела Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский за 9 месяцев 2016 года, структурными подразделениями отдела ставились задачи на 4 квартал уже прошедшего года для принятия соответствующих управленческих решений, направленных на сохранение позитивной динамики, показателей оперативно-служебной деятельности за год. Правильность принимаемых управленческих решений подтвердилась прежде всего тем, что Межмуниципальный отдел по итогам работы за 12 месяцев 2016 года получил положительную оценку в соответствии с ведомственной системой оценки и занял второе место среди отделов МВД России по Республике Адыгея. В докладе было отмечено, что за отчетный период сократилось количество совершенных на территории Кашхабского и Шовгеновского районов преступлений ряда категорий, а именно сокращение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, не зарегистрированы такие преступления, как убийства, разбой, кражи автомобилей, хулиганство. В структуре зарегистрированных преступлений отмечается снижение количества преступлений, по которым предварительное следствие обязательное, на 23,6%, со 182 до 139. В то же время преступления, по которым предварительное следствие необязательно, зарегистрировано больше, на 35,5, со 124 до 168. Однако, несмотря на стабильность в оперативной обстановке на территории обслуживания, к результатам работы подразделения отдела, прежде всего криминальной полиции, по раскрытию преступлений, имеются серьезные претензии. Из зарегистрированных преступлений остались нераскрытыми 48. В то же время, по итогам работы за 2015 год, таких оставалось 38. То есть, рост нераскрытых составил 26,3%. Общая раскрываемость преступлений снизилась на 3%, с 87,5 до 84,5. Несмотря на снижение количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, количество нераскрытых преступлений данного вида существенно увеличилось с 4 до 7, на 75%. Наиболее негативные результаты работы по раскрываемости преступлений против собственности. При снижении количества зарегистрированных краж имущества, количество раскрытых преступлений данного вида снизилось на 20,9%. Их раскрываемость снизилась на 2,1%. С 79,3% до 77,1%. Остаток нераскрытых краж из жилищ вырос на 300%, с 1 до 4%. Особой строкой хочу отметить рост на 142,9% преступлений, совершенных на бытовой почве. То есть с 7 до 17, что также указывает на неоткративность активизации профилактики данной категории преступлений. Анзор Гишев также отметил лучших сотрудников отдела, добросовестно исполняющих свои обязанности. Хотелось бы отметить лучших сотрудников, тех, кто добросовестно исполняет свои обязанности. Это уперуполномоченные Афашага, Ашернурадов, Капачев, участковополномоченные Туаров, Бучев, Вороков, Татлок, также Нагоев, Калюжна, Инухов, Капачев и многие другие. Не останавливаясь на других, не менее важных направлениях оперативно-служебной деятельности, результаты которых детально рассматриваются в отчетном периоде. Хочу акцентировать внимание присутствующих здесь руководителей на решении первоочередных задач, стоящих перед Бережным муниципальным отделом ВДР в Кашкабрьске в текущем году. Прежде всего, это укрепление доверия обществу, совершенствование информационной политики в системе ВДР, повышение открытости деятельности и уровня взаимодействия с обществом, укрепление кадров, поддержание служебной дисциплины и законности, повышение уровня профессиональной и морально-психологической готовности личного состава. Усиление противодействия преступности, совершенствование его форм и методов, улучшение прогнозирования оперативной обстановки, своевременное реагирование на ее изменения. Дальнейшее укрепление законности в сфере расследования преступлений, повышение ответственности за процессуальные решения. Снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых подраслей экономики, активизацию борьбы с противоправным переделом собственных, защищениями и нецелевыми использованием бюджета и денежных средств. Совершенствование организационных основ противоприятий преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки в улицах и других общественных местах, развитие взаимодействия субъектов, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, внедрение в деятельность инновационных технологий, реализацию целей государственной политики в области стандартов оказания госуслуг. Средстав межмуниципального отдела готов к выполнению поставленных задач как руководством МВД России, так и руководством МВД по Республике Адыгей. Далее к личному составу обратился глава района Заур Хамирсов. Я хотел бы поблагодарить и руководство межрайонного отдела, и сотрудников, которые сегодня здесь в этом зале, и люди, которые не смотрели по объективным причинам, которые в сутки в данный момент поблагодарить за вашу работу. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и вот в таком же ключе, наступившем в 2017 году, чтобы эта работа продолжалась. Я поздравляю всех с наступившим Новым годом. Сегодня старый Новый год, 13 января. Затем слово было предоставлено заместителю прокурора Кашхабрского района Рустаму Жакшакуову. Прокуратура Кашхабрского района оценивает взаимодействие с межмуниципальным отделом МВД России Кашхабрский как положительную и конструктивную. Однако имеется ряд недостатков, на которые хотелось бы обратить внимание. Это рост отдельных видов преступлений, в частности совершенных в состоянии алкогольного обвинения. По данному направлению хотелось бы, чтобы была усилена профилактическая работа, потому что приводит к негативным последствиям в виде смертей в результате ДТП. Также имеется ряд нераскрытых преступлений, в частности по фактам кражи оружия. В этой части хотелось бы пожелать допускать ухудшения оперативных позиций в оперативном подразделении межмуниципального отдела Кашхабрского. По линии следствия и дознания следует отметить, что уровень расследования преступления оценивается как положительный. У нас отсутствуют уголовные дела, возвращенные в порядке ст. 237 суда. В большинстве случаев у нас нарушаются сроки следствия. В целом, имеющиеся недостатки и упущения устраняются на местном уровне и зачастую не требуют вмешательства руководства МВД по республике. Работы продолжаются, будем работать в штатном режиме. Завершилась первая часть итогового совещания приятным моментом. Приказом министра внутренних дел очередные специальные звания были присвоены начальнику отделения дознания Руслану Жичемукову и старшему инспектору УГИБДД Аскеру Хважеву. Награждение провел исполняющий обязанности заместителя министра Алексей Цибоев.